Приветствую вас! Сегодня хотим посмотреть прицеп для перевозки двух снегокодов. Автомобильным тягачом у нас выступает Mitsubishi E200. Прицеп у нас большой и автомобиль и прицеп у нас совместимы по нагрузкам. Данный прицеп имеет размер кузова 3,5 на 1,95 м. Видим, что у нас очень широкий кузов. Прицеп, кстати, с марки MSA в 18 модели. Имеет уже другие фонари. Кстати, очень хорошие фонари, они герметичные, относительно герметичные. Такой фонарь на моем старом прицепе 5 лет служил без замены лампочки. Очень хороший фонарь. Поскольку прицеп широкий, стоят дополнительные контурные огни, они, значит, позволяют, ну, безопасно передвигаться, особенно в темное время суток по дороге. То есть, особенно когда обгоняете фуры, дополнительные контурные огни, они показывают, что за вашим тягачом есть прицеп. То есть, пленобойщики видят, где безопасно все очень важно, важно иметь вот такие контурные огни. Что здесь еще интересно. Прицеп имеет, значит, полную массу 750 кг. То есть, рассчитан для перевозки, то есть, для эксплуатации с категории B. Открываем, значит, борт. Кочень, посмотрите, как выглядит прицеп с внутренней части. То есть, мой рост метр семьдесят восемь. В принципе, вот спокойно я могу здесь стоять. Вот, еще раз повторяю, что здесь три с половиной на метр девяносто пять. В передней части у нас сделан аэкономический скос, который, значит, у нас будет экономить топливо на автомобиле. Сделаны дополнительные косинки, чтобы каркас более жестким рубком, то есть, поливая на каркас. Здесь цельно сварной, с поперечными. Значит, здесь, мы видим, на тенте, мы на юротенте сделали усиление. Для того, чтобы, поскольку здесь в этой области тент более сильно отберется об каркас, здесь, видите, второй слой тента наложен. Здесь также есть усиление, где тент касается вот этой планки. Так, что тут еще? Ну, снегоходы здесь у нас покружаются. Один снегоход у нас, значит, загоняется передом, другой задом. Вот таким образом, здесь устанавливаем снегоходы. Дальше хотели бы показать то, что у нас здесь сильная рама на данном прицепе. То есть, она более массивнее, чем на стандартных немзасажных прицепах. Дополнительно стоит, значит, у нас подрамник тоже усиленный он, не как стандартный. И под рессоры сделана специальная сменная пластина, чтобы, когда у вас пластинка стачивается, можно было ее поменять. Вот, рессоры здесь усилены, ось стоит на тону 300, рессоры здесь 5. Так, семилистовые, также установлены усиленные кронштейны, крепления рессоры с осью. Дальше мы смотрим. Колесо здесь тоже нестандартное, оно усиленное. 185 на 75, R13 C, то есть грузовая резина. 98 на 4 разболтовка. Дальше смотрим. Ну, как обычно на евротентах, скобы трос установлены. Наши фирменные вырез под мзасажные бортовые замки. Вырез. Вот. В передней части здесь мы клапаны сделали. То есть, клиент не пожелал здесь иметь клапан. И также мы видим, что прицеп имеет функцию самосвала. То есть, отстегивается в платформу дыхла. И видим, что само дышло у нас усиленное. То есть, тоже дышло усиленное. Поскольку, примерно, фактическая грузопадемость прицепа 900 кг. Видим, что уже стоит усиленный алковский замок. Данный замок у нас имеет максимальную нагрузку на тонну 600, тяговую. На груз на тонну 600. В принципе, все. Спасибо. Удачи. До свидания. 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 Продолжение следует...